Уж вроде и читаю книги, но, честно говоря, меня постоянно мучила мысль. Откуда такая страсть к котам? И вот я ее нашла. Не знаю, как вас, но меня это очень удивило. Тем более, что книга написана в 67 году. Послушайте, я не буду говорить, какая. Пока. Итак, возвращайся из старой части. Женевы Надежда Константиновна всю дорогу беззвучно смеялась. Ну и Лепешинский. Надо же было так придумать. Талантливое перо. Дома, как только перешагнула порог, у нее вырвался громкий хохот. Такого еще не было с юных лет. Мать, давно привыкшая к сдержанности дочери, поспешила навстречу. Что так могло развеселить Наденьку? А Надежда вдруг прикрыла рот рукой. Не услышал бы Володя. Не оторвать бы его от работы. А рассказать ему лучше всего за ужином. Но Владимир уже торопливо спускался по лестнице. Кто тебя, Надюша, так рассмешил? Опять какая-нибудь выходка меньшевиков? Никак не угадаешь. Надежда достала из тесного рукава кофточки платок. Утерла глаза. Такого у Пантелеймона еще не бывало. Да ты расскажи толком, что там такое? Смешная карикатура. Целый трептих. Плеханов. Старая крыса. А ты в образе проборного и бойкого кота. Котом изобразил? Да как это можно? Хлопала руками по юбке Елизавета Васильевна. Это же... Это сверхвозмутительно. Больше всех возмущалась Розалия Марковна. Разгнела она до крайности. Надежда, прохохотавшись, села к столу и стала рассказывать спокойнее. С ней я встретилась неожиданно в кафе. Ландольд. У него горят глаза, кривятся губы. Это говорит что-то невиданное и неслыханное. Ни в одной уважающей себя социал-демократической партии. Даже подумать невозможно. Мой Жорж. Милейшая Вера Ивановна изображены седыми крысами. У Жоржа было много врагов. Но до такой наглости еще никто не доходил. Тут Розалия Марковна сцепила руки, качнула головой из стороны в сторону. Боже мой! Что скажет о нас? Бебель! Что скажет Каутский? В этом вся их и беда. А что станет говорить коньягиня Марья Алексеевна? Рассмеялся Владимир. Ну и что ж дальше? Лицо у нее перетернулось. Жорж говорит, не какой-нибудь мужик. Да, так и сказала. Он говорит, тамбовский дворянин. И он может. Может и на дуэль. Уму непостижимо. Жена выдает своего мужа, марксиста Приханова, за какого-то дуэлянта. Мне право жаль Георгия Валентиновича. Но почему же он изображен крысой? Из кафе Ландольд. Я Крепешинским. Продолжала рассказывать Надежда, проглатывая смешинки. Пантелеймон достал свой трефтих. Да, карикатура из трех рисунков. Не успел он положить передо мной этот лист ватмана. А Ольга уже залилась смехом. Даже до слез. Читаю надпись сверху. Как мыши кота хоронили. Назидательная сказка. Сочинил Нежуковский. Посвящается партийным мышам. Последние два слова подчеркнуты. Вот это здорово. Очень точно. Прилепил Пантелеймоша. Ирлык меньшевикам. Действительно. Мыши. Мыши. Ну а дальше? Это же чертовски интересно. На левом рисунке кот. В лице сохранено полное сходство с тобой. Ты будто бы повешен в подполье на какой-то перекладине. Близоруки мыши ликуют. Тут и Потресов, и Аксель Рот, и Засулить. Все очень похожи. Плеханов. Премудрая крыса Ануфрий. Появился в распахнутом окне. Что тут, дескать, происходит? Среди бочек с диалектикой, в которой разбираются только они, мыши. Мартов с Троцким забрались наверх, но поблизости не могли обнаружить, что Мурлыка не повешен. А сам уцепился лапой за перекладину и хитро зажмурился. Теперь центральная картинка. Мурлыка оборвался. Лежит неподвижно. Значит, в самом деле мертвый. Мыши возликовали больше прежнего. Даниистовство. Старая крыса Ануфрий подхватил верного мышонка Троцкого и принялся отплясывать кан-кан. Для них играет на дудке услужливый дан. А Мартов взобрался на труп. Мурлыки и стал читать надгробное слово. Я запомнила. Жил-был Мурлыка, рыжая шкурка. Усы, как у турка. Был он вешан. На бонабартизме помешан. За что и повешан. Радуйся, наша подпорье. Но радость обернулась бедой. На правом рисунке Мурлыка сбросил в себя притворство и принялся трепать мышей. Хорошо. Владимир, уткнув руки в бока, задорно и заливисто захохотал. Ай да Пантелемоша. Ай да Лепешинский. Аксельдрот под когтями кота распластался на полу и, спуская дух, промолвил. И спить бы кефиру. Так написано? Переспросил Владимир, мгновенно приглушив хохот. Напрасно. Не удержался крик турист от мелкого выпада. Нельзя сугубо лично смешивать с политикой. А сам Ануфрий как? Спросила Елизавета Васильевна сквозь довольный смешок. Остался жив? От страха кинулся на утек. Но прищемил себе хвост захлопнувшейся створки и повис вниз головой. А мышонок Троцкий удирает без хвоста. Убежал Каналья. Снова расхохотался Владимир. Жаль. Хвост он как ящерица. Отрастит скорости. Придется с ним еще повозиться. Не удалось негодникам кота похоронить. Напрасная была затея. Елизавета Васильевна направилась к плите. У меня ужин. Заглянула в кастрюльку. Готов. Мойте руки. И за стол. На следующее утро Владимир Ильич собрал книги, журналы, которых миновала надобность. И приторочив к багажнику велосипеда отправился в город. Так что задумайтесь, ребята. Кто решил над вами сыграть злую шутку истории?